Здравствуйте, вы на канале TradeFact, с вами Глеб и в этом видео мы разберем, почему же май будет ключевым месяцем для всего крипторынка. Благодаря этому видео вы сможете задуматься о дальнейшем ходе цены и тем самым подкорректировать свои действия и восприятия, что же может произойти с ценой. А также в средине видео я вам дам такой небольшой инсайт, что будет дальше на канале и от вас нужна будет обратная связь под этим видео, если вам будет это интересно. Итак, давайте приступать, у нас сегодня следующий план и начинается он с вопроса, почему май ключевой месяц для крипты. У этого есть ряд факторов и мы начнем как бы от глобального к локальному. Сейчас для нас важен есть такой паттерн, а паттерн этот называется, как у нас цена стартует в мае, так и в дальнейшем она будет себя вести. То есть если у нас в мае начинается рост, то окей, с поправкой на корреляцию летом, что летом это сезон отпусков, сезон слабой активности, летом у нас может быть либо флэт, либо поступательное плавное снижение, но в целом потом рынок восстанавливается и продолжается рост, который был начат в мае. И давайте посмотрим на предыдущие года, как у нас работал этот сценарий. Находим май, начало мая 2021 года. Видим, что с февраля по апрелю у нас некий флэт в районе 20-25% и затем со средины мая цена начинает стремительно падать, падать, падать. И продолжается это снижение вплоть до почти что начала августа, до конца июля 2021 года. То есть мы видим, что тренд у нас здесь задался медвежий и упали мы аж на 50%. И только потом с августа постепенно плавно цена начала выходить как бы на новые уровни, на новые хаи. Давайте теперь посмотрим, что у нас было с начала мая 2020 года, какие у нас были движения. И для этого мы отправимся на график немного назад и посмотрим, что же у нас происходило. Мы видим, что с марта 2020 года, когда мы упали на довольно низкую отметку 3800, мы поднимались, поднимались, поднимались. И вот у нас с начала мая начинается некий такой флэт в районе 15-20%. И только после этого огромного флэтового движения, давайте сейчас точно скажу, сколько оно длилось. А длилось оно почти что 3 месяца. Мы постепенно с конца лета начали выходить вверх на 25-30%. И потом у нас начался плавный рост. То есть у нас начался такой в мае, скажем, боковик с плавным-плавным восстановлением. В дальнейшем как бы он и продолжился. То есть если в мае мы падали, то мы продолжили падение в 2021 году. Если у нас здесь был боковик с плавным восстановлением, то мы его увидели и дальше по следующим датам с лета по осень. Итак, давайте рассмотрим еще один год, какой у нас был сценарий. Что же у нас было в мае 2019 года? В мае 2019 года, смотрим, находим, что с начала мая мы очень-очень активно росли. Это был, наверное, самый сильный майский рост за последние 3 года. Так вот, смотрите, в мае цена начинает расти и расти. Да, у нас происходит какая-то коррекция, сбриф, скорее всего, шортистов. И смотрим, что происходило дальше летом. А летом мы также продолжили рост и продолжили рост еще почти что на 90%. И после этого роста у нас уже началась какая-то новая фаза летом. Да, я говорил за эту фазу, что у нас возможен боковик, возможно, снижение. Но ключевая мысль отсюда, что как в мае у нас рост начался, так и в начале, до середины лета он продолжился. То есть, да, вы уже смогли пронаблюдать и посмотреть, что есть действительно такая корреляция. Поэтому, как у нас сейчас начнется, скажем, проторговываться биткоина, соответственно, и альты в мае, так у нас такой, скажем, тренд и такой паттерн запустится на ближайшие еще 2 месяца. Поэтому май будет ключевым месяцем. Это была первая глобальная причина. Вторая глобальная причина – это то, что мы находимся в неком таком движении, в неком, скажем, восходящем канале, и высота, собственно, продолжительность этого канала уже 446 дней, что делает этот канал довольно сильным. И посмотрите, что сейчас происходит. Цена находится всего лишь где-то в 10, а в моменты опускалась и до 7% от нижней части этого восходящего канала. Мы видим, как отлично за эти 446 дней канал отрабатывал, как цена, в принципе, филигранно билась об его верхние или нижние точки и отскакивала. И сейчас мы имеем какую-то схожую картину, что действительно отсюда или с текущей цены, либо еще у нас будут какие-то небольшие сквизы вниз, цена также может успешно начинать отскакивать. А если цена у нас начинает отскакивать, то у нас, в принципе, меняется контртренд со снижения, которое у нас длится уже где-то 170 дней, ну, грубо говоря, полгода, на уже более какие-то восходящие движения. То есть у нас есть множество фигур, которые говорят о том, что, блин, скорее всего, мы сейчас уже будем выходить. Если смотреть на медведей, то у нас есть некая такая двойная вершина, и по всем постулатам технического анализа, пробой этой, скажем, вершины будет вниз, там, вплоть до 20 тысяч, мы можем легко лететь. Не важен, скажем, формат фигур, что она показывает, пойдем мы вверх или вниз, по сути, это некий такой буллчит, который лишь забирает наше время и внимание. Для нас важно то, что у нас есть ряд фигур, которые говорят о выходе уже из какого-то тренда, о выходе из этого уже застоявшегося боковика. Мы можем смотреть фигуры по-разному, можем видеть там огромный бычий флаг, который формируется у нас там с октября 20-го года. Вот так выглядит этот флаг, и, скажем, выход этого флага вверх, это будет там 100 или 120 тысяч и выше. Это первая фигура, которая говорит нам о каком-то скором развороте цены. Сейчас не привязываемся вверх или вниз. Также у нас есть другой флаг, который очень любят показывать шортисты, медведи, что у нас есть некий медвежий флаг, и мы там улетим еще там на 15-16 тысяч, если этот флаг отработает. То есть у нас уже есть множество фигур, которые говорят о том, что этот тренд будет заканчиваться. И также, да, я показывал, что у нас есть двойная вершина, которая якобы тоже будет по медвежьим всем, скажем, по постулатам технического анализа. Это медвежья вершина, которая будет также пробиваться вниз, там, вплоть до 20 или 16 тысяч долларов. Для нас неважно, куда это будет отрабатывать, для нас важно четкое понимание, что, блин, действительно, тренд сейчас должен уже переломиться в какую-то из сторон, и весь этот долгий такой затхлый боковик должен у нас закончиться. А боковик, который, скажем, самый сильный, самый долгий, самый низковолатильный, 22%, примерно высота этого боковика составляет, у нас уже длится 100 дней. Это почти что 3,5 месяца. И выход, как минимум, из этого боковика должен состояться уже вот-вот. И, скорее всего, это будет в мае, в зависимости от того, куда будет уходить цена и где крепиться, и как целый месяц торговаться. То есть, либо мы пойдем вниз, либо мы пойдем, наконец-то, вверх. Думаю, для многих это, наконец-то, вверх, а не вниз. То, скажем, от этого будет зависеть все дальнейшие и последующие месяца, как у нас развернется тренд. Теперь давайте факторы в пользу медведей. Первая фигура. Фигуру я вам уже только что показывал. У нас есть некая двойная вершина, да, многие медведи ее приводят, которая примерно отрабатывает у нас к 20, к 16 даже тысячам. Да тут, скорее, даже к 20 тысячам. К 16 отработает, скажем, медвежий флаг. Вот, первая фигура, да. Вторую фигуру я вам также показывал. Это некий медвежий флаг. Вот он есть. Его отработка тоже будет порядка 20-16 тысяч долларов. И сейчас, особенно с вот этим вот медвежьим флагом, очень многие западные блогеры апеллируют, что, эй, люди, алярм, паника, у нас тут вырисовывается медвежий флаг, срочно все там переворачиваемся в шорты и закрываем свои лонговые позиции. Да, сейчас это мы можем встретить на всем криптопространстве. Следующий момент, который говорит в пользу медведей. Это фондовый рынок. Плохой сценарий плюс нынешние волнения. Для этого мы идем на индекс S&P 500 по классике, который рассматриваем. И мы можем, да, спрогнозировать, что, блин, у нас был такой огромный рост с 20-го года. Там с нижних точек до максимальных точек, которые были с 20-го года по текущее время, мы вырастали там более чем на 114%. И сейчас, если, скажем, вот такой паттерн случится, что мы пойдем снова вниз на какие-то там ближайшие точки сопротивления, то есть цена прольется там, скажем, на 15%, либо вот хорошая точка на 20%, то да, по большей вероятности это затронет и крипторынок. Если мы увидим такое снижение на фонде, то, собственно, мы можем такое же снижение x2, x3 вниз увидеть и по крипторынку, если на фонде это произойдет. Так вот, давайте передвигаться дальше. Все, нынешних факторов в пользу, как бы, медведей больше нет. За фондовый рынок это, в принципе, подразумевает и объединяет тот фактор, да, если какие у нас начнутся волнения на фондовом рынке, это что, первое, это нынешние геополитические события, да, того, что сейчас происходит между Россией, между Украиной и как страдают этого, собственно, другие страны. Если тут будут какие-то форс-мажоры, то на фондовом рынке США, хотя, казалось бы, США это не должно касаться, то мы можем увидеть вот такие сильные сквизы, там, на 15-20% вниз, да, это будет не за один день и, скорее всего, не за одну неделю, но на крипторынке это будет очень сильно сказываться. Но если не рассматривать форс-мажорные, скажем, обстоятельства, то больше причин для медвежьих сценариев я лично не вижу. Если вы их видите, то welcome в комментарии, можете написать и обсудим эти причины. И следующее, факторы в пользу медведей. Да, два раза написал медведей, факторы в пользу быков. Первое, это мат ожидания и смена фазовости. Что это значит? Что такое математическое ожидание? Ну, грубо говоря, да, у нас была там пиковая точка 12 ноября 2021 года, и мы снижались на 52% по биткоину от его верхней точки до самой нижней, за, скажем, ближайшее локальное время. Смотрим по эфиру, что у нас было. Берем, да, еще один топ среди альтов. Мы снижались где-то на 55,5%. И давайте рассмотрим еще пару таких, скажем, альтов потоньше. По OneInch мы снижались на 84,6% и по ADA Cardano мы снижались на 76%. То есть, грубо говоря, у нас топ активов идет снижение 50-55%. Скажем, альткоины уже, которые не из топ 5, а ниже, они у нас снижались там от 70 до 85, некоторые даже и на 90%. Я анализировал, смотрел, есть там снижение и на 90%. Это и есть то самое мат-ожидание, что вечно мы падать не можем. Есть как бы обратная математика, обратная статистика, что если мы так сильно упали, то чем сильнее мы падаем, то тем раньше, тем вероятнее мы уже развернемся в другую сторону. Это что касалось мат-ожиданий. Что касается смены фазовости, то здесь, в принципе, логика та же, что вечно рынки не могут падать, вечно рынки не могут расти, у нас происходит смена фаз. И как бы сейчас уже нынешняя смена локальных фаз у нас, она назревает. То есть, если мы посмотрим, да, в таком развороте биткоин, то видим, в принципе, все хорошо. Мы же вроде бы вверх-вверх идем. Давайте я сейчас даже вам включу недельный график, чтобы вы убедились, что мы до сих пор находимся глобально в бычьем тренде. Начиная с 2011 года, пронаблюдайте, какая корреляция цены биткоина и как мы, в принципе, с года в год вырастаем. И сейчас то, что нам кажется таким огромным печальным снижением, на самом деле, на общей картине, если график биткоина рассматривать там за 10-12 лет, то это даже какая-то там не коррекция, а просто мини-коррекция. Поэтому все по-прежнему у нас позитивно, и мы находимся в глобальной такой фазе роста. И фазы локальные, да, у нас сейчас похожи на фазу снижения. Но, опять же, я же говорю, что как глобальные, так и тем более локальные фазы, они не могут длиться вечно. Поэтому здесь очень вероятен тот исход, что чисто по, скажем, процентной вероятности, когда у нас уже есть там 50-80% снижения по активу, что снижение это должно закончиться и должна поменяться фаза. Для того, чтобы у нас поменялась фаза на вот таком глобальном рынке, то рынок должен как минимум перегреться, как минимум капитализация всего крипторынка должна стать какой-то невменяемой, а, скажем, для того, чтобы стала капитализация невменяемой всего крипторынка, мы еще должны подрасти, ну, как минимум, в 5 раз с текущих цен. Это лишь по биткоину. Тогда можно говорить о какой-то уже большой капитализации, о том, что, блин, рынок действительно перегреет. Сейчас он абсолютно еще есть куда расти. Это мое мнение, могу ошибаться. Можете, опять же, подправить меня в комментариях. Следующее. Глобальный тренд и канал, сила канала. За глобальный тренд, да, мы уже только что поговорили, что у нас в целом есть такой вот позитив, что из года в год биткоин набирает обороты и вырастает на сотни процентов, а в какие-то моменты вырастал даже на тысячи процентов. За канал, который у нас длится уже порядка, там, 440 дней, я вам, да, 450 дней, я вам уже говорил, что чем дольше жизнь канала, чем, скажем, шире канал, тем лучше он отрабатывает. И вот как раз, когда мы подходим, скажем, к его нижним точкам, то отсюда очень хорошие, как бы, шансы, что мы отскочим вверх. Также у нас есть небольшой еще вот такой вот канальчик локальный. Я показывал, что, да, этот период длится, там, порядка 100 дней. У нас была здесь точка приземления, здесь точка приземления. И вот недавно мы приходили опять к нижней части канала, они дошли, там, буквально около 1-2 процентов. Да, может, конечно, цена еще спустится, там, на 5, на 10 процентов, может быть, больше будут какие-то ложные пробои. Но с тем смыслом, что у нас уже почти что был удар в эту сторону, и мы можем, как бы, с текущих цен отлететь, там, на 10, 12, 20, 25 и даже на 30 процентов. То есть это еще один плюс у нас такой локальный есть подканальчик. Вот это вот, скажем, восходящий канал, который может также неплохо отработать. Это что касалось, как бы, факторов в пользу быков. И, наконец, если вам интересно, я скажу свое мнение, куда же пойдет рынок и какие, скажем, сейчас действия предпринимаю. И покажу на примере, там, своего одного из портфелей. Вы можете увидеть, как бы, все мои вероятности и ожидания. Если говорить в процентовке, да, нельзя говорить в том плане, что если я сказал, что будет рост, значит, 100% будет рост. Если я сказал, что 100% будет падение, значит, 100% будет падение. Даже кто-либо из людей не может со 100% вероятностью говорить. Как бы, работа трейдера – это апеллировать с вероятностями. И если давать вероятности всем исходам событий, то мой прогноз следующий, что 70% вероятности, что мы увидим продолжение бычьего глобального тренда. И, возможно, у нас в скором времени будет бычий уже, наконец-то, локальный тренд. 70% я отдаю этой вероятности. Но не стоит исключать, как бы, да, все медвежьи фазы, медвежьи настроения, форс-мажоры. Поэтому под этот, скажем, исход событий я отвожу меньший процент – это 30%. И как бы в своей стратегии, в своем money management я закладываю такие, скажем, ожидания, такие проливы. И вы можете убедиться это на, скажем, моем портфолио, которое я сейчас покажу, один из портфелей. И даже там портфели, которые у меня там затарены уже там несколько месяцев на 100%, то эти 30% вероятности, если мы пойдем, то здесь, как бы, на помощь приходит первое – это временной фактор, да, любые, как бы, сильные снижения можно переждать. И второе, как бы, если вы трейдер, то вы можете работать от шарта и потихоньку снижать свою среднюю, даже имея 100% сейчас набранных позиций. Итак, показываю один из портфелей, чего я жду. Буквально вчера я забрал биткоин, забрал сделку, которая у меня висела очень давно на отметке 37,705, там прям очень филигранно пришла цена по бирже Binance. И у меня стоит три открытые котировки по XRP, по 5%, то есть, да, мы уже видим, что 15% еще остается в деньгах. И здесь 5,86, грубо говоря, 21% у меня остается в кэше на случай таких более сильных проливов. И также можете, да, сделать вывод, что на 80% я нахожусь сейчас в монетах, потому что 70% вероятности, что рынок пойдет вверх. Если какой-то форс-мажор, буду добирать на этом форс-мажоре позиции и дальше работать по снижению средней, даже если там все позиции заберу, а рынок также будет там внизу где-то телепаться. Поэтому как бы смотрим, что лучше сейчас для вас, какие риски вы готовы принимать и тем самым коррелировать потихоньку свой money management. Возможно, для кого-то ситуация сейчас быть 100% в вольтах или там в биткоине не очень является спокойной, не очень положительной, поэтому можете там часть активов подпродать, чтобы иметь какой-то хедж. Я показал, как делаю я, советовать кому-то конкретному это не совсем, скажем, правильно, потому что у каждого свои аппетиты, у каждого свои цели, и каждый человек там готов ждать. Кто-то не готов ждать и месяц, а кто-то готов ждать годы. Поэтому тут нужно решение принимать полностью самостоятельно. И что самое ключевое? Я хотел сказать сразу по инсайду, да, говорил, что в средине видео, скажу, видео у нас выходит немаленькое. И от вас хотел бы услышать в комментариях. Я планирую сделать такой формат в связи с текущим снижением. Я считаю очень благоприятным и очень хорошим временем для формирования своих таких, скажем, долгих позиций. Я думал начать новый формат, где берем определенную сумму денег и собираем портфель. Портфель мы собираем долгие, на месяца, возможно, на годы. Этот формат будет звучать примерно так, как заработать свой первый миллион. И что для этого нужно? А от вас нужно написать, интересен ли вам такой формат, где я делаю обзоры разных активов, все в онлайне, формирую портфель, и раз в неделю где-то выхожу с тем, как меняется этот портфель, какие активы докупаю, что продаю. В общем, всячески показываю вам портфолио и как оно двигается от месяца к месяцу или от недели к неделе. И также объясняю, почему я такие монеты добавляю, какие монеты считаю перспективными. В общем, примерно это будет пока что так. Если вам это интересно, то обязательно пишите об этом в комментариях, чтобы я знал, чтобы я мог получить фидбэк и знать, скольки людям это интересно. Еще из новостей для тех, кто смотрит видео мои первый раз, либо уже подписан на канал и не знает о телеграм-канале, у меня есть телеграм-канал, где я периодически выхожу, а вы можете посмотреть время, когда я выходил в час ночи, в 4 часа ночи. Если у нас идут какие-то резкие локальные ситуации, неважно, это в стаканах, что-то происходит интересное по биткоину, либо в целом на графике цена куда-то уходит, то мгновенно я включаюсь в телеграм-канал, в ютуб, я просто не успеваю это все записать и выложить. Поэтому для тех, кого интересуют, скажем, какие-то локальные изменения цены, что у нас происходит, оставаться в курсе и держать как бы руку на пульсе, то рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. Там, скажем, вся первоочередная, самая важная информация будет выходить именно там. А только потом появляться на ютубе. Опять же, на ютубе будет появляться не все. На ютубе нет таких, скажем, детальных разборов, например, стаканов. И на этом, я думаю, все. Я вам дал пищу на подумать, что дальше происходит, как, скажем, скоррелировать свой мани-менеджмент. На примере своего я вам показал, как делаю я, какие вероятности ожидания у меня. И от вас жду комментарии под видео по новому формату, как двигаться к миллиону и как набирать свой портфель. И все, на этой ноте с вами прощаюсь. Всем хорошего дня, хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok